Приветствую вас, мои хорошие, на канале в гостях у заводчика Корги. Есть интересные новости, есть о чем поговорить. Ну, начнем, наверное, с того, что появилась информация о причастности Вагнера к войне в Израиле, к тем жутким расправам, которые происходили в первый день. Сразу вам скажу, 100% практически, 100% расклад сделала. Однозначно, однозначно, на вопрос, имеет ли Вагнер отношение к войне в Израиле, сразу же Королева мечей, Туз Пентаклий, все пентакливые карты, оружие, материальная какая-то поддержка, непосредственные Короли мечей, вероятно, могут быть, потому что есть Королева мечей, люди сами непосредственно тоже могут быть, но материальная 100%. Материально это просто оружие, что-то еще, потому что все пошли, пентакли посыпались, несомненно. Это вот даже, и не сомневайтесь, есть ли причастность Вагнера к войне в Израиле, по этой Королеве мечей и куча пентаклий. Естественно, ответ просто 100%, несомненно. Использовались ли сами солдаты, вагнеровцы, наемники, использовались ли сами наемники в атаках на Израиль? Использовались ли наемники Вагнера в атаках на Израиль? Использовались ли приемники Вагнера? Несомненно, не один, коллективами, группами, несомненно, реально принимали участие. Вышли, но продолжают искать, на сегодня вышли, продолжают искать варианты, как использоваться. То есть, видите, еще рассматривают новые варианты входа. То есть, сейчас они как бы в процессе изучения, как дальше быть. Сила эта присутствует и сейчас, они сейчас идут, смотрите, вот эта сила, она присутствует и ведут дальше переговоры. Сотрудничество, несомненно, то есть, продолжается сотрудничество на сегодня. Да, они были, они непосредственно участвовали по королеве Жезла, непосредственно. Выйти, вышли и сейчас, видите, в поиске дорог, как дальше поступать, сотрудничество продолжается. Несомненно, вот даже и были ли погибшие, были ли погибшие вагнеровцы, погибшие. Знаете, что я вам скажу? Если бы ко мне обратились за помощью, с вопросом, а как найти след, как найти доказательства, как определить, да, как доказать, что Вагнер действительно принимал реальное участие оружием, ну, сто процентов, это там сами разбираются, но человеческим фактором, людьми, инструкторами, непосредственно принимал участие в военных действиях, я вам скажу, я вам скажу, как это, гуманитарная помощь израильской разведке. Ищите след среди жертв, не спешите отдавать тела, кто-то там погиб, среди мертвых, среди пленных, среди пострадавших, ищите тела, нужно обследовать тела. Кто-то там остался, кто-то из вагнеровцев на той земле остался, скорее, не живой. Нельзя отдавать тела до полного обследования ДНК, там, разобрать все там эти, не знаю, наколки, не знаю, что еще, может быть, ДНК делать, но... Но там кто-то из вагнеровцев на той земле погиб, на израильской. Несомненно. Сто процентов, смотрите, вот сто процентов. Смотрите, смотрите, видите, смотрите. Ой, сейчас я закрою вас, господин, начнется сейчас вот это. Сто процентов, там есть погибший вагнеровцы, видите, по страшному суду подъявил. Я вам говорю, если соответствующие военные, там, разведки, органы, там, службы тщательно, тщательно проверят всех, кто погиб, пострадал, взяты в плен, и в идеале погибшие тела. Я думаю, тела. Ну, или, может быть, какие-то сильные ранения, не знаю, но тела нужно смотреть. Я думаю, будут найдены конкретные доказательства, что это вагнеровцы. Я уверена, вот, уверена. Знаете, что самое интересное? Я этот вопрос, я проснулась, включила YouTube, и у меня этот вопрос, ну, первое видео, там, что есть подозрение, да, что Вагнер мог участвовать своим оружием и своими, значит, этими инструкторами. Я тут же делаю расклад. Я тут же делаю расклад. Как найти? И у меня падает подвешенный. Просто тут же подвешенный. Я понимаю, что, значит, где-то кого-то убили, надо искать среди мертвых. Сейчас вместе с вами делаю расклад. Опять то же самое. По дьяволу, по страшному суду подвешенный. Я вам говорю, нужно искать среди тел. Найдут доказательства участия России непосредственно. Так как Вагнер это полностью спонсируемая российским государством военная организация, полностью Путин сам в этом признался, признался, прилюдно. На камеру. То это, по сути, война объявлена Израилю и Россией в том числе. Российские спонсируемые государством военные части подразделения инструктора участвуют в войне против Израиля. Я точно вам говорю, смотрите, просто вот достала. Точно вам говорю, сто процентов, сто процентов. Хотят найти доказательства, пусть трупы следуют, найдут. Так, мои хорошие, ну что, это видео, считаю, закончено, поскольку тему можно назвать такой самостоятельно. И приглашаю вас к просмотру следующего видео. Будем говорить о разном, отвечать на разные вопросы. И вообще поговорим обо всем. И будем говорить про украинские дела. По Авдеевке много вопросов, потому что происходит с этим сейчас вот наступлением. В общем, есть о чем поговорить про Украину. Ну, как бы, это важно и важнее для нас на сегодня. Ну, а про Израиль, в общем, если не дураки, то найдут. А я думаю, евреи не дураки. Увидимся. Приходите. Будет сейчас следующее видео приходить. Спасибо.